Как защитить свою психику от таких ударов? Уровень диффузной тревоги такой высокий, что у людей тревожных это вызывает панические атаки. Как вообще стресс влияет на организм в целом? Повышается кровяное давление, частота сердцебиения, уровень холестерина. Возникает, конечно, такой шторм нейротрансмиттерный, и это очень опасно. Все хорошо, всегда надо надеяться на лучшее. 15% у нас оптимисты, счастливые. У них не работает телевизор, они редко выходят в интернет, им нечего терять. Они переживают вообще глубокий стресс, 31%. Убрать излишнюю политизацию из своих обычных, нормальных домашних бизнесов. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Негативные новости и общий тревожный фон. Врачи-психиатры наблюдают повышенную тревожность у россиян, и вызвана она самыми разными факторами. Как снизить стресс и успокоиться, куда можно обратиться за помощью, и что делать, если она потребовалась вашим близким. Обсудим прямо сейчас с экспертом в нашей программе. А разобраться в этой теме нам поможет доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, психотерапевт Лейла Казбековна Шейдукова. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Какие у вас сейчас настроения, спросили мы вас сегодня в нашем опросе. Наводите камеру смартфона на QR-код в углу экрана и голосуйте. А кроме того, задавайте свои вопросы в прямом эфире по номерам 511-99-66 для Казани и 8800-532-55, бесплатный номер для регионов. Огромное количество у нас негативной информации ежедневно поступает в поле нашего зрения из самых разных источников. Вот как защитить свою психику от таких ударов, ну и при этом все-таки понимать, что происходит в мире? Ну, надо сказать, не все население испытывает стресс. Есть какой-то определенный процент, который отсек от себя средства масковой информации, то есть у них не работает телевизор, они редко выходят в интернет, им нечего терять, ни собственности, они не берут там ипотеку, им не о чем беспокоиться, они воспитывают там очень небольшое количество детей, развезенные женщины, которые не беспокоятся за мужей и так далее и тому подобное. И я с ними разговаривала, они абсолютно спокойные. Многие даже испытывают какое-то удовлетворение, вот какая-то такая фронта от того, что я, вот я же говорил, я все правильно предсказал, и ему ничего не грозит. Это возрастные люди, которые сидят на своем месте и тоже, в принципе, ничего не теряют. То есть для них жизнь не является угрожающей. Стресс в основном все-таки с 18 до 55 лет людей, мужского пола больше всего, и мы знаем эти категории людей, и бороться с этим стрессом очень тяжело, потому что внешние события очень быстро меняются. То есть если раньше медленно жизнь текла, как-то смешные наши были горести и потери, смешные наши были переживания, то на фоне прошлого, конечно же, сейчас он более такой динамичный каждый день. Да что каждый день? Каждый час, каждую минуту все меняется. Каждую минуту все меняется и приносит, и вот люди не выдерживают этого темпа. Как все-таки фильтровать для себя какие-то новости? Как понять, что наверняка не все из них имеют прямое какое-то отношение лично к тебе и, может быть, даже вообще тебя не касаются, а ты все равно травмируешься, когда смотришь, что-то читаешь? Ну, есть люди совершенно зависимые, вот те, которые у телевизионной зависимости. То есть они сидят на этом телевизоре и слушают все подряд. Политические передачи, зачем нам столько политики, это никто не знает. Все эти токи, беседы и так далее. Конечно, эту кнопку эларм-реакции тревожной надо убрать уже. Она что-то все время теперь у некоторых людей в рабочем режиме. То есть, конечно, отсекать, отсекать и отсекать. Надо четко отсепарировать, что для тебя основное, важное, что второстепенное. Надо знать, что выполняя свою работу, ну а что еще можно сделать в данной ситуации? Делай, что должен, да? И делай, что должен, и будь, что будет. Но есть еще одна. Это всем смертям назло, в прямом и переносном смысле. То есть не просто нейтрально иди по течению. Нет. Делай нечто, за что будешь себя уважать. Пусть на гражданской, но социальная позиция, вот такая гражданская, она в целом должна быть у людей. Вот сейчас очень многие замечают за собой даже такой термин, как панические атаки. Но мы тоже должны, наверное, понимать, что не всякая тревожность, есть паническая атака. Вот собрали вот такие симптомы мы. Это затруднение дыхания, головокружение, колотится сердце, знобит или бросает в жар, бросает в пот, тошнит, ощущение нереальности. Вот такие вот симптомы. Как вы их прокомментируете? Что есть паническая атака? Вы не поверите, в прошлую неделю три человека обратились с паническими атаками. Это только ко мне. А что говорить о тех, кто сидит на приеме? То есть это действительно все участилось. Когда я спросила о содержании панических атак, это связано с такими событиями, мне сказали, нет, это абсолютно личное содержание. То есть фактически уровень диффузной тревоги такой высокий, что у людей тревожных это вызывает панические атаки, независимо от содержания внешнего стресса. То есть на них действует общий уровень тревоги. Панических атак много. Причем здесь описаны такие вот обычные, классические. Там нарушение дыхания не хватает, ком в горле, там, я не знаю, то в пот, то в жар бросает. Но есть вообще очень интересное, например, позывы на мочеиспускание тоже. Бывает высокий уровень тревожности. Это вот такой невротический анурез. Ну или помните медвежья болезнь? Это диарея, частая дефекация. Это тоже тревожность. То есть симптомы могут быть самые разные. У кого-то вегетатика страдает, там, дыхание нарушается, красный и белый дермографизм. То бледнеет, то краснеет, то высокое давление, то низкое давление. У кого-то, там, другие признаки соматических, сердце колотится, на мочеиспускание тянет и так далее. У всех все разное. А как вот это остановить весь этот поток симптомов? Только препаратами. Потому что личного психотерапевта на дому у нас нет. Телефон доверия не поможет. Паническая атака, она не 2-3 минуты, она может до 4 часов и больше тянуться. Это очень долгое и изнурительное. Причем вот все трое, которые ко мне обратились, они сказали, что на высоте панических атак у них был страх, что они сойдут с ума и потеряют контроль. И такое часто бывает. Ну, то есть, например, если это происходит с человеком впервые, он для себя понимает, да, я должен обратиться после этого к врачу, он мне пропишет какие-то препараты. Если это происходит вдруг еще раз, да, ну что, говорят, можно умыться водой, посмотреть то, что тебя расслабляет, там, если это фильм. Да, сделать дыхательное упражнение, раньше был такой, бутейка. Может быть, кто мое поколение помнит, дыхание по бутейке. То есть, на самом деле, вдохнуть и медленно, медленно, плоским выдохом выдыхать, видя этот, как туман, стелющийся на твоей руке, воздух. Вот, эта же дыхательная процедура очень важна, потому что она панические атаки задевает центры дыхания внутри. Вот, и медленно выдыхать, и делать это несколько раз. Ну, можно пить растительное, успокоительное, можно пить анвифен, по три таблетки, все мои знакомые пьют, ну, он разрешен с 6 лет, почему бы взрослым мужчинам не попить их. Вот, самые умные пьют анксиолитики или противотревожные антидепрессанты. Ну, и должен назначить врач. Ну, вот, анвифен без рецепта, а остальные с рецептом. Очень интересно, вот вы говорили, как организм у нас откликается на паническую атаку, а я хочу еще поговорить о том, как вообще стресс влияет на организм в целом. Вот такая у нас есть раскладка. Меняется настроение на гнев и раздражительность вплоть до депрессии. У нас это происходит такие изменения в мозгу. Сердце. Повышается кровяное давление, частота сердцебиения, уровень холестерина. Увеличивается риск сердечных приступов, ну, логично, да? Почки, боли в желудке, рвота, тошнота, снижается либидо и сексуальное влечение, начинаются расстройства репродуктивной системы у мужчин и женщин. Ну, плотность даже костей якобы от стресса уменьшается. Что только нет. Хорошая раскладка, так все и есть. Выделяются нейротрансмиттеры. Все, что у нас есть. Это норадреналин и адреналин катехоламины. Это серотонин и дофамин зашкаливает. Это гидрокортизол. Кора надпочечников начинает просто-напросто источать. Это токсично в большом количестве. И когда бывает, что гормоны стресса, нейротрансмиттеры стресса вдруг в одномоменте выбрасываются, то возникает, конечно, вот такой шторм нейротрансмиттерный. И это очень опасно для сердечной мышцы, для сосудов, для всего. Вот в таком случае как с этим справиться? Условно, вот мы прочитали какую-то новость или узнали какую-то неприятную деталь, что-то повлияло на наш стресс. Что мы делаем, чтобы не произошло вот этих всех ужасных симптомов? Ну, как говорил Антон Павлович Чехов, из любого лимона делай лимонад. Все-таки ты должен переработать неприятную информацию и посмотреть на рациональные какие-то составляющие. Все, что выложено на стол и рационально раскидан, уже не является стрессогеном. Стресс – это эмоция, это мощная. А рациональность – это анализ, синтез, когниция и так далее. Все-таки надо голос разума к этому как-то призвать и посмотреть, каким образом можно выйти из этого стресса. С наименьшими потерями, с наименьшими. Совсем избежать нельзя. Каким образом можно выйти из этого? Для этого нужна, конечно, антиципация, предвосхищение. Что будет, если... То есть подготавливать себя чуть-чуть заранее, да? Подготавливать, заранее, да. И, конечно, надо обесценить фактор стресса. Если не получается, то смириться с этим и сказать, ну вот... На все волю Божью. Да, именно так. А расскажите, пожалуйста, кто вот легче переживает стресс, мужчина или женщина? Есть ли какая-то, может быть, разница в физиологии в этом плане? Да, по-разному. Женщина переживает демонстративно, по-истерически. Рыдает, плачет, рвет на себе волосы. Ну, вот это условно, конечно, но тем не менее. Выливаясь со слезами, она выливает из себя токсины. Ну, это тоже условно, конечно, слезы всех токсинов не выливают. Но тем не менее, то, что она выводит из себя гнев, эмоцию, не сжимает ее сердце, каким-то образом расслабляет, прорыдаться. Но мужчины свою мужскую слезу, они пускают. И у них идет, конечно же, направление делегирования стресса на внутренние органы. Поэтому у них инсульты, поэтому у них инфаркты обширные. Половая дисфункция? Ой, это уж самые меньшие по нынешним временам из бед. Половая дисфункция. Это так. Ну что тогда? Надо посоветовать мужчинам, чтобы они выговаривались, может быть, не стеснялись. Вот даже пусть не стесняются, формируют свои мужские клубы. Женщины же формируют клубы. Клубы разведенных женщин, которые ненавидят своих мужей. Я знаю, такой клуб есть. Прямо они выкладывают туда свидетельства о разводе, друг другу советы дают. Вот ненавидят. Ну, это по всему миру так. Пусть клубы мужчин говорят, советуются. Это групповая психотерапия из друзей. Только надо сделать так, чтобы не было три паникера. Что кто-то брал на себя психотерапевтическую роль, успокаивающую психотерапевт, а кто-то... Ну, это групповая психотерапия внутри какого-то маленького сообщества. Если какой-то стресс вызван не просто какими-то внешними обстоятельствами, жизненными, а конкретной непосредственной причиной, которая касается лично тебя, будет то потеря работы, развод, не знаю, там, закредитованность, может быть, в это непростое время, еще какими-то конкретными жизненными ситуациями. Вот как быть в этом случае? Как работать с действительно причиной? Да. Безработица очень сильный стрессор. Неспособность заплатить по кредиту. Люди перекредитовываются, берут новые банки и так далее. И вот эта гонка постоянная, пока им окончательно все. Это все, конечно, очень оказывает стрессогенное действие. И организм, конечно, реагирует. Надо просто-напросто эти мирные стрессы сравнить со стрессами военного времени. Потому что они совершенно разные по своему контенту, совершенно разные по своему содержанию. И то, что в мирное время нам казалось какой-то непреодолимой проблемой, какие-то смешные вот наши переживания на фоне других мощных стрессов, это событие, конечно, кажется просто какими-то пустяшными, несерьезными. Сравнение. А вот может ли какой-то общий тревожный фон каким-то образом повлиять на тех, у кого и так осенью своего рода изменения, обострения, как мы называем это в народе? Мы всегда говорили об осенних обострениях. И нам казалось, что уж вот хуже обострения ничего быть не может. Оказалось, и это тоже ерунда. Проходит осень, наступает зима, Новый год, и все это проходит. А вот если на осенние обострения, которые так и так имеют сезонность, появляются новые стрессы, и не один, а один за другим, как быть тогда? Ну, остается только одно. Все-таки пить антидепрессанты. Вся Америка сидит на тренингах и антидепрессантах. Отсюда американская улыбка. Вот сегодня тоже у многих, наверное, ожесточенные такие бои ведутся и дома. Не только дома, может быть, на работе. Ну, то есть есть люди совершенно разных мнений. Вот как в этом случае себя правильно вести? Может быть, не поддаться тоже каким-то тут паническим настроениям? Ой, в семьях сейчас во многих война. То есть одни берут одну сторону, другие берут другую сторону. И я вспоминаю, вот в России это же уже было. Помните, гражданская война. Читаем Михаила Шолохова, Тихий дом. Брат на брата, сын на отца. Вот нечто подобное случается в наших семьях. Я бы посоветовала все-таки посмотреть на вечное. И в конце концов убрать излишнюю политизацию из своих обычных, нормальных домашних бесед. Усилием воли. Вот хочется обсуждать, хочется жаловать, проклинать. Или наоборот хвалить, высказывать патриотические чувства. Ничего не надо. Живите нормальной человеческой жизнью. Вот мне так кажется. То есть просто изолируем как бы от себя определенные вещи. Мы решаем эту политическую тему, на которую мы не влиять, ничего-то не можем. Отекаем какую-то тему невротическую, связанную с различными стрессами, мирного характера. И тоже. Ты решай вопросы. Зачем обсуждать так их много? На всякий случай давайте мы, может быть, покажем телефон доверия, который есть у нас в республике. 8-800-2122, единый номер телефона доверия. Линия психологической поддержки 8-800-101-6547. И также есть телефон доверия МЧС Татарсана. 8-843-288-4696. Думаю, что по этим номерам, если что, могут оказать помощь. Вот если вдруг, например, происходит какой-то такой случай, что, может быть, родные не выходят на связь по самым вообще разным жизненным причинам, которые только могут быть уехали в другую страну, путешествуют, что-то там еще, да? Как в этом случае родственникам, которые пытаются как-то с ними связаться? Сойти с ума от ожидания. Особенно тяжело людям, у которых и так много тревожных черт характера, вне зависимое. Это вот у нас есть такой тревожный тип акцентуации характера. Или даже расстройств личности. Очень тяжело. У них очень высокий риск того, что мы называем невроз ожидания. То есть ожидают, когда все-таки придет какая-то информация. Это под названием сидеть у телефона. Раньше ждали. А теперь сидеть... У смартфона. У смартфона. Ничего. Телефоны изменились, а ожидание осталось прежним. И здесь, конечно же, нужны анксиолитики. Но я не советую все-таки бензодиазепины, типа феназепам, реланим и так далее. От них высокая зависимость образуется. Нельзя вообще препараты вот такого бензодиазепинового ряда на высоте своих расстройств. Потому что полегчает, а потом это... Депрессию скатится? Да. Нет. Потом захочется возобновлять. И таким образом формируется зависимость. Тогда ни в коем случае. Поэтому пролонгаторы, антидепрессанты. Вот это я советую. Давайте мы обратимся к результатам нашего опроса. Напомню, что еще перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте Старстан24 запускали опрос. В нем спрашивали, у вас, уважаемые телезрители, какие у вас сейчас настроения? Все хорошо. Всегда надо надеяться на лучшее. 15% у нас оптимисты, счастливые, тревожно, говорят, 53% опрошенных. И переживают вообще глубокий стресс, 31%. Давайте, может быть, вот по всем этим категориям пройдемся. Все хорошо. Всегда надо надеяться на лучшее. Нам, наверное, стоит только порадоваться. Я сказала, это категория людей, которым и терять нечего, которые по своей характерологической структуре простоваты даже до примитивности. Иногда это помогает. Сложная невротическая натура. Стрессы переносит. Это так же сложно, как структура их личности. А вот простые, которые говорят, ну, слава Богу, слава Аллаху, есть пить, есть там все. Все он там вот. Может, это наоборот мудрость? Оказывается, в стрессовых условиях 15% оказалось, что она самая защищенная психологическая. Для мирной жизни вот эта сложность личностных образований очень важна. Она дает многообразие человеческого мира, красоту, варианты. А это как примитивный какой-то там одноклеточный. А для стресса оказалось, что одноклеточное, что не для людей будет сказано, выживают первыми, а все остальные погибают от инсульта и инфарктов. Вот большинство у нас тревожны сейчас. Давайте, может быть, совет какой-то дадим, чтобы люди меньше тревожились. Ну, первое, первое, сепарация, отсекаем тревогу. Как хотите, так отсекайте. Я усилив волей не включаю интернет, не включаю теперь эти кое-какие передачи, которые с утра до вечера. Ну, кое-что смотрю новости, но к этому готовлюсь психологически. Итак, второе, психологическая подготовка. То есть ты себя готовь к тому, что можешь услышать нелицеприятную новость. Третье, это, конечно, психотерапия. Самое время пойти на группы, поддержки, причем семейные. Общаться с людьми в целом, наверное. Общаться с людьми. Ну и четвертое, ну не обойтись без анксиолитиков, транквилизаторов и антидепрессантов. Вот пришло время, Дарья. Вот пришло время, да. Переживают те, кто глубокий стресс, но это, наверное, действительно уже к психиатрам, к психотерапевтам, да? Да, у меня всякое сомнение, потому что у них, может быть, и язвенная болезнь желудка стресса порождает. Это еще очень тяжелые соматические заболевания. Ну, будем надеяться, что все-таки... Ну, будем. Да, с надеждой на лучшее, все будет хорошо. Спасибо вам большое за эту интересную и полезную беседу. Это была программа «Актуальный разговор». Сегодня обсуждали мы, как пережить происходящее вокруг. Спасибо вам за то, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова